В эфире «Сыскное дело» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре полицейские задержали подозреваемого в серии уличных грабежей. Это 46-летний житель села Борское. По данным следствия, злоумышленник совершал нападение на женщин, срывал с них золотые украшения. От действий преступника в результате пострадали около 10 женщин в возрасте от 30 до 80 лет. Общий причиненный ущерб потерпевшим составил более 100 тысяч рублей. Составить фоторобот и задержать злоумышленника удалось в том числе благодаря записи с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала одно из нападений. По данному факту возбуждено уголовное дело. Также возбуждено уголовное дело по факту событий 1 июля 2016 года, когда подозреваемый, находясь у дома номер 21 по улице физкультурной, совершил открытое хищение золотых украшений у проходящей мимо женщины. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Светлану Пиунову подозревают в совершении еще одного преступления. Напомним, ранее лидеры партии «Воля» пытались привлечь к уголовной ответственности за совершение мошенничества. Но женщина скрылась от следствия. Ее заочно арестовали на два месяца и объявили в международный розыск. Кроме того, полицейские подозревают женщину и ее сподвижницу Марину Герасимову в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, в ноябре 2015 года Светлана Михайловна Владарусь и Марина Владимировна Герасимова, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем шантажа, психологического воздействия и угроз, причинили тяжкий вред здоровью женщине 1980 года рождения, повлекшей психическое расстройство. Десять тысяч литров контрафактного алкоголя направили на уничтожение в Самаре. По данным службы судебных приставов, поддельный алкоголь предприниматель продавал из нестационарного объекта без кассового аппарата, за что и привлечен к административной ответственности и оштрафован. Конфискованная продукция – пиво, виски и водку – уничтожат на специализированном заводе в Белгородской области. Товар вне закона. Более 50 тонн санкционной продукции в этом году уничтожили сотрудники Россельхознадзора. Под прицел попали яблоки из Польши и черешня из Украины. Контрафакт в Самаре задерживают регулярно. О том, какая судьба ждет нелегальный товар, репортаж нашего корреспондента. Ящики с ягодой, привезенные из Украины, переносят из одной машины в другую, которая доставит товар на полигон. Груз весом почти 8 тонн и стоимостью около 3 миллионов рублей проехал тысячи километров, чтобы в итоге оказаться на свалке. Не помогла даже маскировка. Ее привезли с документами Сербии, то есть есть товарные наплодные, сопровождающиеся документы данных груз. А на самом деле черешня из Украины. Но зад фуры был заложен сербским товаром, сербской черешней. То есть ее как бы невозможно было увидеть, эту черешню. Ящики с незаконной черешней не церемоний сбросают на землю. Затем в дело вступает тяжелая техника. И так поступают со всей контрафактной продукцией. Несчадно давят бульдозером. Вся подлежит уничтожению. С начала года сотрудники Самарского Ростельхознадзора уничтожили около 60 тонн контрафакта. Самая крупная партия – две фуры с польской продукцией. 20 тонн яблок и столько же черешни. Товар задержали на одном из мобильных постов совместно с ГИБДД. Чтобы провести контрафакт через таможню, предприниматели, как правило, хитрят. Кладут ящики, этикетками внутрь ставят с краю продукцию законную. Санкционные товары везут через страны таможенного союза, по территории которых санкции не введены. Поэтому уже по территории таможенного союза они свободно перемещаются. Стараемся останавливать, смотреть документы, спрашивать, проверять документы. При отсутствии документов, естественно, смотрится товар, ящики, маркировка, этикетка. Обращаем внимание. В рейды сотрудники надзорных органов выходят регулярно, проверяют овощебазы, торговые сети. Как правило, санкционный товар встречается везде. Продавцы, которые решились на риск и провезли контрафакт в случае конфискации, сильно теряют в деньгах. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, Станислав Левин. События. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok